Продолжение следует... Совет четырех вызывает вас для переговоров. Вступайте в двустороннюю видеосвязь по особому каналу. Переключаю вас на обитель Совета четырех. Зачем вы явились сюда, на планету Яньях? Нам, естественно, было бы вступить в общение. Слиться в одну семью. Вот оно что. Слиться в одну семью. Так решили вы, земляне, за нас. Таковы ваши тайные намерения. Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение? А что вы подразумеваете под термином простонародье? Неспособную к высшей науке часть населения. Неспособную к высшей науке часть населения. Используемую для воспроизводства. Используемую для воспроизводства из самых простых работ. Из самых простых работ. У нас нет простонародья. Нет толпы и правителей. Законно же лишь желание человечества. Человечество. Что это такое? Население нашей планеты. То есть, на то. Но есть же верховный правящий орден. Его нет. Я вижу у вас опасную анархию. И сомневаюсь, чтобы общение народа Ян-Ях с вами принесло пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена. Может. Я отказываюсь принять звездолет. Отправляйтесь на свою планету анархии. Или можете скитаться в безднах вселенной. Прошу вас несколько минут подумать. Я вынуждена связаться с нашей планеты, прежде чем начать решительные действия. Какие решительные действия? Смотря по тому, какие мне разрешили земля. Мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ. Особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Как бы они ни лгали, звездолет обладает огромной силой и без сомнения могущественным оружием. Без него никто не пустился бы в дальний путь к неведомым планетам. Но звездолет, севший на планету, это совсем другое. Очень трудна работа историка. Особенно, когда ученые стали заниматься главной, историей духовных ценностей. Процессом перестройки сознания и структуры иноосферы. Необходимо совершенствование социальной жизни человека, народа, а затем и совокупности народов целой страны или планеты. Как же обойтись без вмешательства знания в организацию человеческих отношений? Да, это так. А если оно создается изнутри, а не извне? Здесь же мы чужие. Пришельцы из совсем другого мира. Люди Земли не должны разыгрывать лживые сцены и пускаться в обман. Разве можно полностью отвергать вмешательство, если общество ведет людей по пути самоусовершенствования дисциплины? Мнение о моем поступке, как я вижу, разделились у нас почти на двое. Может быть, это свидетельство о его правильности? Я ведь сама сознаю свою вину. Опять перед нами, как тысячи раз прежде, встает один и тот же вопрос. Вмешательство, невмешательство в вопросах внутреннего развития. Фанатик или одержимый собственным величием психопат без колебания и совести вмешивается во все. В индивидуальные судьбы, в исторические пути народов, убивая направо и налево во имя собственной идеи, которая в огромном большинстве случаев оказывается порождением недалекого ума или больной воли параноик. Преступны навязанные силы и готовые рецепты. Но не менее преступны хладнокровное наблюдение над страданиями миллионов живых существ. Естественно, каждому из нас хочется помочь тем, которые еще страдают. Около двух тысячелетий они шли сами, без нас. И у нас нет чести и права рассматривать Турман-Сиан как своих. Все жертвы, вся кровь, слезы, горе великого пути с нами. Ну, какие же не чужие? Разве вы забыли, что человек есть кульминации? Трех миллионов лет естественного отбора. Слепой игры на выживание. Инферно, завесу над которым впервые приподнял Дарвин. Давно уже, как и мы, они знали, что человек погружен в неощутимый океан мысли, накопленной информацией, которую великий ученый эры разобщенного мира Вернадский назвал ноосферой. В ноосфере все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез с лица Земли. Разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков. То, что термансиане прервали эту преемственность, ненормально. Нет ли здесь нарушения первого закона Великого Кольца? Свободы информации. Если есть, то вы знаете, мы полномочны на самые суровые вмешательства. Вся планета Торманс из созвездий Рысы превратилась в гигантское пепелище. Пепелище опустошенных душ, силы и достоинства которых растрачено в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе. И везде ложь. Ложь стала основой сознания и общественных отношений. Люди становились равнодушными ко всему. Ленивыми циниками. Я знаю, что вы ваши сподручные. Спокойно примете гипермиллионов жителей вашей планеты. Лишь бы остались жить вы. Какой же вы историк, если не понимаете, что море пустых душ разлилось по планете, выпив, обожрав и стоптав все ее уголки? Как же вы можете говорить о людях, как о мусоре истории? Это ваша правда. А наша это ограничение знаний. Ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Я погибла, Гриф. Мой командир. Я вас умоляю. Убеждаю. Приказы. Не мстите за нее. Не совершайте насилия. Нельзя вместо светлой мечты о земле потеять ненависть и ужас народе Торнец. Не помогайте тем, кто пришел убить, изображая наказующего Бога самое худшее изобретение человечества. Не делайте напрасно на наши жертвы. Слышите рифты? Улетайте. Домой. К кораблю. Взлет. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok